Российским военнослужащим удалось взять в плен целый отряд украинских карателей. Официально они представляются солдатами ВСУ, однако символика на их одежде и татуировке говорят о неонацистских взглядах. Именно такие военнослужащие распространяют максимально агрессивные идеи в отношении России и её жителей. Их 67 человек. Почти полный личный состав защищённого заглублённого командного пункта под Киевом. Все солдаты после нескольких дней боёв сдались российской армии, оставив важный объект. Оружие они сложили только потому, что поняли, сопротивление бесполезно. У многих под одежды неонацистские татуировки, на контакт они почти не идут. Впрочем, каждого из сдавшихся российские военные накормили, поделившись своим сухпайком. Раненым оказали медицинскую помощь.